Вспоминаю ваши слова, что Игорь Лебедев как тренер сильнее, чем френдировающий. По-моему, вы даже говорили, что он намного сильнее, чем френдировающий. Там это небо и земля. Небо и земля. Вы о чем вы говорите? Друзья, всем привет. Меня зовут Илья Андреев. Добро пожаловать на канал Ушатайка. Давно у нас не было материалов, а, к сожалению, не заслуженно забытых, но очень важных людях для российских ММА или бокса. Сегодня именно такой. Это видео о петербургском тренере Игоре Лебедеве, который воспитал двух чемпионов мира по боксу в профессионалах. Романа Кармазина и Дмитрия Кириллова. Тренировал Ивана Кирпу, Александра и Сергея Артемьевых и многих других отличных боксеров. Учился же Лебедев у легендарного Григория Кусикьянца, тренера Валерия Попенченко. Лебедев ушел из жизни рано, в 57 лет, в январе 2005 года. Он страдал от алкогольной зависимости, что, впрочем, не мешало ему давать очень точные и эффективные подсказки подопечным вне зависимости от своего состояния. В этом материале вы увидите и услышите большой, эмоциональный и очень откровенный разговор о Лебедеве с Романом Кармазиным, беседу с другом Игоря Михайловича, тренером Дмитрия Бивола, Геннадием Машьяновым. Здесь же будут любопытные отрывки из интервью с Дмитрием Кирилловым, которое было опубликовано на нашем канале минувшим летом. Если еще не подписаны на Ушитайку, не забудьте подписаться. Приятного просмотра и не забывайте о людях, которые сделали наше единоборство сильнее. Я хочу сказать, что с Лебедевым Игорем мы работали, грубо говоря, с 1978 года и заканчивая 1992 годом. Мы работали с ним в обществе Динамо в определенные моменты, когда я туда пришел. Он в тот момент был старшим тренером Динамо. Я пришел туда со своими ребятами, со своими учениками. Значит, по приглашению руководства этого общества и по его, как я понял, рекомендации, что он очень хотел, чтобы я пришел в Динамо со своими ребятами, потому что на тот момент Динамо бокса не было. А он, по-моему, в 1977 году или за полгода до моего прихода, он возглавил общество Динамо, стал старшим тренером. Но так получилось, что в 1980 году, по-моему, в 1980 году он вынужден был оставить старшинство. Динамо, значит, и меня назначили старшим тренером Динамо. А он, по определенной ситуации, остался просто тренером. Даже, даже сперва был уволен, а потом, по моей просьбе, его восстановили. И так мы дальше продолжали работать с ним до 1992 года. И все успехи на протяжении вот этих 15 лет Динамо своего бокса Я имею в виду и чемпионы страны, и призеры, и участники Олимпиады. Там вот те же мои ученики, там, Артемьевы, там, Сабр, Александр. Значит, он был главным помощником моей подготовки в работе, значит, успехи Динамоского бокса. Тогда, когда в 1990 году, в конце 1989 года, значит, мои ученики подписали контракты, значит, и мы с ними поехали в Америку, значит, я там с ними отработал определенное количество времени, вернулся, и мы сделали на базе Динамо, значит, первый клуб профессиональный. Ленинградский профессиональный клуб, он назывался «Первая перчатка», значит, участвовал в создании этого клуба Шафер Игорь, такой он выполнял функцию менеджера, там, еще организатора какого-то, но, в общем, вот так. И в 1992 году я ушел из бокса на определенное количество времени, и Игорь остался работать вот с этим, в этом клубе, и с ребятами, которые подошли, подтянулись в этот клуб, и решили максировать как профессионалы. – Роман, как вы стали тренироваться у Игоря Ребедева? – Я, когда я попал, я начинал в Кузнецке, Пензенскую область, потом попал в армию в Казахстан, попал хорошему тренеру, такому Кулану Шасапевичу Ахасову, очень хороший тренер, вот, но не было ни спальник-партнеров, ничего в Уральске, и он мне говорит, надо, говорит, тебе ехать, говорит, отсюда, потому что здесь ты, говорит, ну, не будешь дальше развиваться. Ну, я говорю, вот мне предлагает Саратов, там, институт мне предлагали, и я говорю, я могу поехать в Питер, у меня дядя там живет, он говорит, езжай лучше в Питер, Саратов – это болото, там ничего хорошего не будет. Вот, и таким вот, благодаря ему, он меня как бы не то что отпустил, он меня даже направил в Питер, чтобы я поехал в Питер, и я уехал так в Питер, и попал к такому тренеру Игорь Дмитриевич Городецкий такой, попал вот к нему сначала, почему к нему попал, потому что жил в Пушкине, и жил как бы на самом, на самом окраине Пушкина, и я ездил на тренировку сначала на автобусе, до вокзала, потом на электричке до метро, и с метро уже добирался до центра города. Это мне ближе было вот к Городецкому приехать. Ну, мне нравилось, у Городецкого тоже были профессионалы, такой Роман Бабаев такой был, там еще ребята были неплохие. То есть есть было с кем поработать, потренироваться. И он мне все говорит, тебе надо в профи переходить, нечего тебе там делать, давай в профи, в профи. Я говорю, слушай, Дмитриевич, я говорю, я слово отцу дал, мне надо мастера выполнить. Он говорит, ну если мастер, надо тебе в другой зал прийти, я тебя познакомил с одним тренером, с Лебедевым таким, он, говорит, по любителям ездит, мне интересны любители. И он меня отвел в этот зал, вернее, позвонил, говорит, иди к нему. И я пришел первый раз к Михалычу, я говорю, Михалыч, я хочу, мне надо мастера выполнить. Он говорит, нафиг тебе мастер нужен? Я говорю, хочу, я отцу слово дал. Он говорит, ну ладно тогда, месяц до соревнований. У меня, говорит, условия, я хочу, чтобы ты этот месяц ходил только ко мне. И Городеска чередовала, только ко мне ходил. Я говорю, хорошо. И я начал ездить на Динамо. То есть мне еще надо было от центра еще полчаса ехать до Крестовского острова. То есть у меня где-то час сорок пять выходила вся поездка. Только доехать до Динамо. И был мастерский турнир в Сосновом Бару. Первый бой я нокаутировал. Я то есть как бы нокаутом выиграл паренька. Ну, виду явного, остановили бой. А второй бой я попал на Коля Талалакина. Коля Талалакин в то время был член сборной России. Санкт-Петербурга. Там такой, ну, как бы в этом весе самый крутой, скажем так. И я на него попал. И получается так, что первый раунд туда-сюда. Второй я улетаю в одну калитку просто-напросто. И Михалыч мне говорит, слушай, да дай ему, говорит, ему пиздец. Говорит, что ты, говорит, это. И я в третий раунд гонял этого Колю так. Он у меня как вертушок бегал по канатам вообще. Просто бегал, бегал, бегал. И так как он член сборной Санкт-Петербурга, мне никто не знал, я только появился там. Ему отдали 3-2 победу. То есть в одно очко ему отдали победу. За то, что он крутой и мастер спорта. Короче, я не выполнил мастера спорта, блин, расстроился. То есть если бы я выигрывал Колю, я бы становился мастером спорта. То есть я бы тогда мог перейти профессионалы и так далее. А тут я проигрываю, у меня расстроенный. Прихожу к Дмитриевичу туда, в Городецкому. Ну как? Я говорю, ну я стал третьим. Кому проиграл? Я говорю, я Талалакин проиграл. Он говорит, ты позорище, говорит, как ты мог ему проиграть? Ди нахуй отсюда. У меня прям, а он был немножко подвыпинвший в тот момент. И он меня выгнал прилюдно, прям нахуй послал, говорит, больше нахуй я отсюда. Это Бабая, 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 бьет, говорит, этого Колю, как, говорит, щенка, говорит. А ты Бабая бьешь, как ты мог вообще ему проиграть? Ну то есть так он, если бы он меня послал бы один на один, я бы, так бы, может быть, все бы и пошло. Я бы так бы остался у него. Но он прилюдно меня при всех выгнал из зала. Мне так обидно стало. Я пришел к Михайловичу, обратно к Лебедеву, и Михайловичу, говорю, можно я к вас буду тренироваться? Он говорит, нет. Представляешь? Ничего себе. Я говорю, почему? А я, говорит, не люблю перебежчиков. Мне, говорит, ты, говорит, потом и меня так же придашь. Я такой, говорю, Михайлович, ты пойми, говорю, блин, у меня, ну я такой аж охерел, я не ожидал, знаешь. И я говорю, ну ладно, тогда, говорю, я поеду в Россию. Кузнецк опять туда, обратно. Он говорит, а что ты уезжаешь, почему? Я говорю, ну меня Городецкий, говорю, послал, выгнал просто из зала. Он как выгнал? За что? Я говорю, ну за то, что я Талалакину проиграл в финале. По полуфинале. Он говорит, за тот бой, который, говорит, ты проиграл? Я говорю, да, за это он меня выгнал из зала. Ну все, тогда, говорит, если он тебя выгнал, приходи ко мне. Все. И я вот так вот начал ходить в Динамо. Я, наверное, полгода ходил, не пропускал ни одной тренировки. Ты же раз в неделю ездил, в неделю, среда, пятница. Вот. Он не подсказывал мне ничего. Он просто присматривался, смотрел на меня. Никаких подсказок, ничего. Ну, редкий раз подойдет, там, расслабься, расслабься, расслабься. Я был такой немножко зажатый, закрепощенный. Потому что Городецкий нас всех, чтобы мы такие были, вот жесткие, били как это, такие зажатые все были. И я таким стал тоже, становился. И вот он мне говорит, расслабься, расслабься. И больше ничего не подсказывал, вообще ничего. Я гляжу уже, там у него были, скажем, любимчики свои. Вот. Я уже этих любимчиков, уже бить начал. Уже там, блин, они меня начали избегать, эти любимчики его, блин. И только потом он со мной начал заниматься. Только потом. Когда уже прошло, я не знаю, полгода, наверное, блин, я ходил там, пахнул. А он потом мне признался, говорит, я, говорит, смотрел на тебя, присматривался. Я видел, что ты, говорит, молодец. Смотришь на... Ну, я, говорит, подсказываю кому-то, а я, говорит, не им подсказываю, а тебе подсказываю. Ну, понимаешь, да, какой он грамотный. То есть он не напрямую, он, говорит, я хотел, чтобы ты, говорит, своей головой сам дошел, что я, ну, я, говорит, это тебе говорил, но через других людей. Представляешь, какой был стратег, блин. Я вот, я вот, ну, думаю, охереть, думаю, блин. И вот он потом уже начал конкретно мною заниматься. То есть подсказывать, ругать, там, какие вещи интересные давать, как поджать правильно, как перехватить. Как добить, как столкнуть на пятки. Там столько моментов вообще, конечно, уникальный. Уникальный он человек. Так повезло, кто был у него. Прям вот серьезно. Роман, это какой год, получается, был, то есть, когда вы именно Кребедева попали? Сколько вам лет было? В 95-м году я пришел к нему. Это какой, получается, тогда у вас уже был там состав? То есть вы... Кирпа уже был тогда у него или нет? Я был интерконтинентальный. Дима Кириллов только начал по профессионалу. Еще по любителям был, когда я пришел. Мы вместе примерно в одно время начали по профессионалу. Просто он моложе меня на много лет был. Потом Кирпа появился, но это потом. Там Саня Зайцев был, чемпион Европы. Нестеренко Максим, чемпион Европы. Ну, они, как бы, других тренеров, но они постоянно у нас к нам приходили и у Михайловича дотачивались, как говорится. Ильин такой большой был, полутяж. Первый тяжелый вес, чемпион Европы. Хороший тоже. Дмитрий Бивова вас описывал как демократичного тренера. То есть, который, например, когда Дмитрий не хочет, например, то или иное упражнение выполнять, вы не настаиваете на этом. А можно ли сказать, что Игорь Лебедев был такой вашей противоположностью? Ну, у Лебедева были такие качества, как качество диктатора, так можно сказать. Но у каждого человека есть свои определенные качества. И взять любого. Сколько тренеров есть, они ни один друг на друга не похожи. Один делает таким образом, другой по-другому находит контакт с учениками, со своими. Кто-то пытается диктовать, как диктатор. Там ему так легче. Кто-то более демократичнее. И я со своими учениками всегда решаю по-любому на вопрос. Что если находим середину золотую, что и двигаемся дальше. Но вам с Игорем Михайловичем при разных подходах, получается, все равно удавалось сработаться вместе? Нет, понимаете, у нас было одно видение бокса. Значит, наш учитель старший, это Григорий Филиппович Кусикиас, тренер по печени. Вот та ситуация исходная. То, что он объединял нас, и мы в бокс, понятие в тактическом плане, в большей степени в тактическом плане. Ну и частично в каком-то техническом исполнении. Вот мы были сторонниками вот этой именно школы, которую нам давал Григорий Филиппович Кусикиас. Понятие, вот это все. Значит, и, грубо говоря, у нас, ну так, в те годы был один наставник, и поэтому мы одинаково видели бокс и исполнение, и тактику ведения боя в этом направлении. Ну, каждый подходил к своим ученикам по тем, вообще, критериям, которые он сам в себе видел. Ну, если он был диктатором, то я, как говорят, был демократом, да. Марк Мельцер, ну, знаете, известный тренер московский, он порой бьет учеников скакалкой, ну, если они там нарушают, в общем, дисциплину. И Михалыч Лебедев мог не только скакалкой ударить, он мог и гонгом вкинуть тебя, и кинуть каким-то тяжелым предметом. Ну, и только в том случае, когда ты, он видит, что ты можешь выполнить то, что он от тебя просит, и ты это не делаешь. И он этим отличался, что он мог это сделать во время соревнований, на присуде, при публике. Если человек не выполняет работу, он мог очень некультурно и, так сказать, матом выразиться очень громко на весь зал, на своего ученика. С вами такое случалось? Со мной случалось даже больше, я скажу. Я когда своего норматив мастера спорта выполнил на турнире в Сосновом Бару, я вышел после боя с разбитыми губами. Но с разбитыми губами я вышел не от соперника, а от Игоря Михайловича Лебедева, который в углу меня, так сказать, мотивировал правильно делать свою работу. И я первый раунд, я помню, что проиграл, но второй, второй и третий, я человека просто, первый мой турнир был по взрослым, мне было 17 лет, я выходил там с мужчинами 25 лет, и для меня был психологический страх какой-то. И вот я первый раунд проиграл, и вот после первого раунда я сел в угол и почувствовал, что что-то мне как-то щека горит, как-то у меня. Одна горит, потом другая горит. Короче, он мне приложился пару плюх, разбил мне губы, разбил мне это самое, но зато в два раунда я выиграл потом. А после боя что сказал? После боя, ну хоть, ну хоть сделал свою работу, а то какую-то херню делал, первый раунд вообще. Но просто Игорь Михайлович Лебедев, я вам скажу больше, он так из многих, так сказать, практически без перспективных учеников сделал мастеров спорта. То есть он мог замотивировать, и где-то, где-то чрезмерным матом, где-то мог приложиться, да, там. Но у него был результат, у него был результат, и он, причем он обладал такой, вот, он знал, кому это можно делать, а кому нет. И на кого это повлияет, а на кого это может подавить психологически, наоборот. Ну, в тот момент со мной сработало, но это был единственный случай, больше это, после этого он никогда на меня не кричал матом, никогда не бил меня. А кого вот чаще всего, кстати, гонял? Очень, честно скажу, вот Рома Кармачевому, что это не наговорил, но он очень кричал на него. На Рому? На очень. Он, как раз не про него, очень хорошо. Он, но он только на благо, он кричал только. Игорь Михайлович Лебедев никогда в жизни не разговаривал матом. Он всегда, он, ну, тот мат, который был на тренировке по работе, что касалось работы, так вот на Рому Кармазину я такого мата не слышал нигде, когда он кричал на него, если Рома не мог, делал не то задание, которое ему давало Михайлович, ну, Игорь Михайлович Лебедев. Я не знаю, смотрели ли вы наше интервью с Дмитрием Териловым, не так давно оно выходило летом прошедшим, он рассказывал, что больше всех Игорь Лебедев ругался на вас. А знаете, а знаете почему? Так. Я был во многом с ним не согласен, и я начинал спорить. Но я с ним был не согласен не по боксу, а по жизни. Он пытался Диму Кириллу, Ваню Кирпу научить, учить, ну, на меня тоже учить по жизни. Я просто на много лет старше этих пацанов, они сопливые были еще совсем. Я тоже нюхнул жизнь. Мне уже 23 было тогда, 24. Я уже понимал, что и как, говорит, они сопливые, там, по 18-19 лет. Они ему в рот заглядывали, так, слушали его, там. Я говорю, Михайлович, я говорю, ты бог, говорю, в боксе, говорю, я даже слова не могу сказать. Но, говорю, в жизни, говорю, ты не лезь, говорю. Я говорю, я знаю, что я делаю. Он психовал, ему не нравилось. Я говорю, что я вот, ну, иду с ним в разрез. Но в боксе, в боксе я всегда его слушал. И он особо на меня, ну, ему просто очень не нравилось то, что я делал. То, что я просто, знаете, как сделал? Я, то, что у меня было, я оставил, наложил его вот эти вещи, которые он нам давал. То есть я не то, что делал свои полностью. Я просто взял и наложил на свои вещи, его вещи. И они стали работать. И они офигенно стали работать. Люди стали падать у меня вообще. Я там в зале перебил всех мастеров. Я еще был КМСником, хотел мастером стать. Нет, меня все стали там убегать, не хотели в парах стоять. А я не мастер спорта, блин. Он говорит, давай профи, все уже, давай, давай. Я говорю, нет, Михайлович, я слово отцу дал, мне надо мастера выполнить. Пока я не выполнил мастера, я не перешел в профессионала. Я потом уже, когда он перед смертью, когда он к нему приходил, когда он бухал, никто к нему не приходил. Приходил я к нему, я его понимал. Потому что у меня отец такой же был загульный. У меня отец также бухал. И я знал, как его купил. Я ему покупал, говорит, фруктовый сок. Приходил к нему. Я говорю, Михайлович, завязывай, все. Попил недельку, вторую уже, две недели, говорит, пьешь. Харе, мы нуждаемся в тебе, говорит, давай. Все, вот тебе сок. И я его вытаскивал. Говорю, ну, я говорю, я тебя понимаю, твое состояние. Говорю, давай, выходи, ты нам нужен. И вот он такой всегда, говорит, вот карматика, ты мне так не нравился поначалу. Блин, свои вот эти. Он так что-то меня изображал, как я делал. А потом я, говорит, я так сломать хотел, чтобы ты, говорит, под мою дудку полисал, делал, как я. А потом, говорит, я понял, говорит, что, говорит, нахер тебя ломать, говорит, когда, говорит, у тебя люди падают. Вот, говорит, я в натуре, я в зале перебил всех. У нас там было пять мастеров, ниже пять килограмм, в моем весе пять, выше пять, десять килограмм, еще пять. То есть у нас такая конюшня была, мама не горюй. То есть там такие были и приходили к нам самые лучшие. Самые лучшие со всей страны приезжали всегда в наш зал. Всегда был спартнер, и такие классные вообще. Такая конюшня была. Сейчас вспоминаю вообще. Такого я нигде не видел никогда, даже здесь, в Америке. Ну вот, может быть, что-то подобное было у Фредди Роучи, когда все спарринговаться приходили. Раньше было. Вспоминаю вот ваши слова, что Игорь Лебедев как тренер сильнее, чем Фредди Роучи. По-моему, вы даже говорили, что он намного сильнее, чем Фредди Роучи. Там это небо и земля. Небо и земля, вы о чем вы говорите? То, что там Ваня Керпа, я слышал, что-то там за Роучи говорил. Не, он хороший тренер, неплохой он видит, чувствует. Ну там, там небо и земля, еще раз говорю. Там Михалыч, у меня был случай, я вам расскажу. Так. У меня Европа была, защита Европы последняя. И у нас была договоренность с Михалычем, если забухаешь, ты не получаешь свой гонорар. Вот такая вот, если ты вдруг срываешься в эту подготовку, у нас был ударный месяц такой. Последний месяц до боя, если ты хоть раз напьешься, то ты лишаешься гонорара. Это вы ему сказали? Не, он сам, он сам предложил. Он сам предложил. То есть, если я запью, то никаких денег не получу. Он сам предложил. Типа сорвусь, вы все, и вы меня лишаете гонорара. Вот. И представляешь, мы вызвали паренька там какого-то за деньги специально. Понимаешь, да? К нам приехали с другой стороны, там хороший парень-партнер. А тогда не хватало же парень-партнеров, стало очень мало. Я говорю, поначалу было столько много, а потом все меньше-меньше. И вообще потом и стал спарринг-партнером. И приезжает этот парень, я прихожу, а все остается последний спарринг, представляешь? Мы на 12 раундов там его нас сделали, этот спарринг, специально. Последний спарринг проверить, 12 раундов. И он приходит, вот лыка не вяжет, вот вообще прям еле стоит на ногах. Я охерел, представляешь, у меня последний спарринг. Гонка веса, я еле вес делаю. Он пьяный вообще никакой, вот прям еле стоит. Блин. Я говорю, Михалыч, ты пошел нахер отсюда. Все, пошел домой. Я прям уже не мог, прям срывался. Вон так, не пи***ь. Я говорю, я никогда не пойду, я буду здесь. Все, блядь. Пошел, не позорь меня. Я говорю, я сама спаррингуюсь. Ну и, короче, начался спарринг. И я вот, знаешь, вот есть такое чувство у боксеров. Я не знаю, вот у меня так всегда было. Я его как будто бы схавал, знаешь. Все. Дело времени, когда я его хлопну. Бывает раунд, два, три. Там, четвертый, пятый, ты уже его схавал. Все, он твой. То есть ты просто, либо ты по очкам легко выиграешь, либо можешь в любой момент ударить. Знаешь, ищешь, как его уже красиво хлопнуть. Вот у меня такая тема была всегда. И понимаешь, у меня раунд два, три, пять. Блядь, не получается ничего, представляешь? Вообще, я не могу ничего сделать. То есть я не проигрываю. Но я ничего не могу с ним сделать. Блин, у меня психоз такой. Он говорит, иди сюда. Он мне. Я говорю, блядь, иди отсюда. Говорю, позорище. Говорю, пришел. Я ему прям это. Говорю, пошел отсюда домой. А он, знаешь, на канаты держится, его так назад откидывает. Он еле-еле так расподтягивается канатом обратно. Там он падает назад. Знаешь, вот еле стоит на ногах. Вот он поворачивает голову. Ну, полминуты только голову поворачивает влево-вправо. То есть он настолько пьяный. Говорю, иди сюда, блядь. Я говорю, пошел отсюда, позорище. Говорю, иди отсюда. Он мне такой, блядь. По пузу мой еб**ни. Извиняюсь, что я матом, но так было. Да, да. Он по пузу мой еб**ни уходит и на башку зацелился. Я такой раз думал, блядь. Правда, что я, блядь, за головой гоняюсь. Представляешь, выхожу в следующий раунд, я его по печенке сажаю. Вот так. Второй раз сажал, блядь. И он отказался после восьмого. Ну, больше не могу ничего делать. И все. Ну, то есть я сначала печенку, а потом голову отбил. С ума сойти. Вот видите, все как. Ты понимаешь, он нас видел, когда мы только пересекали его. Он только нас не мог видеть, потому что он не мог голову повернуть. Ему трудно было долго голову за нами поворачивать было. Он такой был пьяный. И он в таком состоянии увидел, что надо сделать. Я вообще, я просто думаю, блядь, это песец, конечно. Гениальный человек. А что он вам, кстати, сказал-то после этого? То есть, типа, а я же говорил. Не, а он пьяный. Он как стоит в одну точку, смотрит, так и как... Ну, все. Ясненько. Я, блядь, я отметил, я был поражен прям, настолько поражен, что, блядь, я в ахере был, если честно. Я вам скажу тоже историю из моего опыта на чемпионате России 96-го года, по-моему. Я проводил свой первый бой на чемпионате. И они, знаете, когда все съезжаются на чемпионат, они как бы все давно не виделись, там, боксеры, тренера. И они там уйдут, ну, посидеть где-то вместе, отдохнуть. И вот Игорь Михайлович тоже посидел, видно, а у меня первый бой, я горел, переживал. А он пришел в состояние таком немножко, ну, это, на веселе. И вот он вышел, он вывел меня на ринг. И практически, вернее, не он меня вывел, а я его практически вывел на ринг вместе со мной. И вот первый раунд прошел, так же Игорь Михайлович держался вот так за канаты. И периодически смотрел то, что происходит в ринге. И вот так стоял, держался. Я тоже первый раунд проиграл. В втором раунде он вот так стоял и говорит одну фразу. Левый в туловище, правый в голову. Я опять смотрел вниз. Я это сделал, у меня проходит. Я его два раунда, я два раунда, я просто выиграл. То есть я вот так вот, в принципе, я тогда призером стал страны тогда. И вот Игорь Михайлович, ну, был такой один случай, да. Рассказывали тоже, опять же, ученики, что, допустим, Игорь Михайлович мог прийти на турниры подвыпившим. Но даже в таком состоянии загладывать такую подсказку, которая там перевернула бы ход боя. У вас что-то такое осталось в памяти? Ну, я хочу, я уже сказал вам, что в тот период, когда мы плотно сотрудничали с Игорем, когда работали вместе в зале, вместе выводили ребят на риг, значит, как секундировали, там сборы проводили вместе с боксерами. В тот период времени я за ним такого не наблюдал, чтобы он в нетрезвом состоянии кого-то выводил и секундировал. Ну, это просто была бы катастрофа лично для меня. И он не позволял себе такого. И, ну, как-то был поставлен так вопрос, что вот, ну, после того, как я, может, отошел немножко от дела, он уже из возраста, может быть, это привычка у него, но я имею в виду, это слабость у него, и стало присутствовать и в рабочем моменте. Я имею в виду употребление, там, горячих напитков, а так и, я хочу сказать, что он никогда не позволял себе, там, да, вне работы, там, мы позволяли себе, там, провести ли это какие-то праздники, еще что-то, там, и, как все русские люди, но не в зале, не секундируя, чтобы дышать перегаром, а своих боксеров, это никто никогда не позволял себе. А вот если это не секрет, когда Игорь Михайлович отстраняли, вы, как бы, помогали ему вернуться, это было не из-за этой привычки? Нет, не из-за этой привычки, это была другая причина. У него были проблемы с алкоголем на протяжении вот всей работы с вами, то есть с 95-го года? Да, да. Ну, просто уже, чем он становился старше, тем хуже становилось, чем больше он заходил в запой, и дольше. Он мог день-два, а потом уже начал неделю, две, три, мог, блин, не выходить вообще. Когда он бухал, и он нам рассказывал всякие истории, которые у меня по сей день в башке отложены. Я думаю, что он их там придумал, но они настолько яркие, и они отложились в мою мозгу, что во время боя, когда надо сделать что-то, я их, я понимал, для чего они нужны, зачем это делать. Я рассказывал вам уже, наверное, помните, я говорю, как он помог там пареньку, он поехал драться в Москву, там парень дрался какой-то, они были в сборной вместе. Они с тренером дружили, и там паренек этот дрался с дагестанцем, а дак такой бьющий, маленький, коренастый, ни шагу назад. И он проигрывает, знаешь, классный мастер международний, и проигрывает какому-то, говорит, лоху вообще, просто бьющий ему, сильно бьющий, идет вперед. То есть он встречал-встречал, и подустал, и начал пропускать. И, говорит, прям плохо он начал проигрывать, прям в одну калитку. И я, говорю, не выдержал, тренер, говорю, а можно я подскажу, уже шестой раунд, или седьмой, начался, шестой раунд закончился, восемь раундов бой. Два раунда осталось, уже все, бой почти проигран. Говорит, можно я подскажу, говорит, да-да, Михалыч, ну, у тренера разрешение спросил, представляешь, можно я твоему бою подскажу. Говорит, да-да, Михалыч, подскажи, а то я, ну, а он прям потерялся, говорит, не знает, что делать, что сказать ему даже, подсказать. Он, говорит, слышь, ты, говорит, назад не пясься, встань в центре ринга, упрись на ноги, говорит, токни его, прям подсядь, ну, как-то, я говорю, протолкнуть как раз. И бей сразу. Седьмой раунд нокаутом, япэ, этот паренек выиграл. Тактический момент, тактический, тактика. Просто правильно делать это надо, и все, понимаешь, да? То есть у меня это сейчас в башке осидит, и если с моим бойцом такое произойдет, я ему сейчас, говорит, ты на спарринге должен это пробовать, на спаррингах. Чтобы ты, говорит, умел делать во время боя легко. Вот вы сказали про некоторые технические моменты, так скажем, которые он отдельно разбирал и давал очень ценные советы, какие другие тренеры не давали. Вот сможете о каких-то рассказать? То есть о тех, о которых можно, во всяком случае. Ну, как добиться, надо идти к сильной руке, если попал в нокдаун, встал, надо добиться головой к сильной руке, ближе, недалеко от него находиться, а ближе к руке, а тут же начинаете его разбивать, добивать. И вот всегда, когда я нокдаун посылал сначала, он всегда мне кричал, Рома, к левой руке, если он левша, если правая, если правая, то к правой. Он все равно боялся, что я забыл это правило. И я его настолько выбрал, что я не забывал никогда. То есть я всегда добивал, у меня редко, очень редко, что я не смог добить. Редко такое бывало вообще. Что-нибудь еще, может быть? На пятки как поставить? Это вообще уникальный момент такой. Те, кто бьет вперед, они, как правило, бьющие сильно, они, как правило, плохо работают назад. Они фактически не умеют работать назад. И вот их надо поставить на пятки, столкнуть. А если ты столкнешь руками вот так, то тебе судья замечание сделает. Потом предупреждения могут тебя снять. А если ты столкнешь корпусом, это другое дело. Как корпусом толкнуть? То есть ты садишься, приседаешь, соперник на тебя наваливается. А ты просто-напросто встаешь, ноги выпрямляешь, и он откидывается назад. Все, в этот момент бей, все залетит туда, потому что он откинулся назад, он стоит на пятках. Это круто вообще, это такая вещь уникальная вообще. Мало кто это знает, пользует, я не знаю почему. И он нас этому учил. Ну то есть вот у него действительно были какие-то свои особые моменты, которые другие тренеры-то, в общем, на это внимание и не обращают. Ну, были на все случаи жизни, понимаете? Мы были разносторонними. Он в нас делал. И рубаком. Если надо подраться, мы подеремся. Если надо отбегать, мы отбегаем. Если надо скандалить, мы будем контру делать. Если надо перехват сделать, мы перехватим. То есть он нас делал разносторонними вообще. Вот как я сейчас своих воспитанников говорю, вы должны уметь все. Тогда вы будете лучшими. Любой момент, любой соперник, их все разные. Один попался один, надо поменяться и быть другим. Другой соперник, другой. Надо с ним подраться, дерись. Другой соперник, надо его догнать и перебить. Надо пожестче с ним работать. То есть ты должен это все уметь. Я вам скажу, там не только вот эти темы, как добивать, как подхватывать, как развивать атаку. Там вот эти вот тонкости, вот это профессионального бокса. Это было все не то, что рассказано. Это было... Мы собирались каждую неделю у него дома. И это было просмотрено видео. Он нам показывал, отматывал на замедленном. Повторял. Мы сидели часа по 4, по 5 у него дома. Это все просматривали. И он говорил, что вот так надо делать. Вот почему так получилось, так надо делать. А вы сможете какую-нибудь такую деталь вспомнить? Может быть, какому-нибудь технического плана особенную, который он... Ну, работа ног везде, в основном основа работы ног. У него самый любимый боец был Мухаммед Али. Мухаммед Али, то есть... Мухаммед же Али готовил движение. То есть, человека практически мало бил вперед. Он в основном бил на выходе и на подхвате назад. Того же форму, но он завалил, если посмотреть нокаут, все, уходя от партнера. Он уходя бил. То есть, у него была вот основа, это перехваты соперника, работа навстречу. И тот же Рой Джонс, тот же Шугар Рэй, Леонард, они все практически мало работали вперед, но они работали на перехватах соперников. Это была основа, а там уже тонкости. Мы каждой тонкости разбирали. Тонкости, дистанции, средний, дальний, ближний. Нюансы вот эти вот смотрели, как вблизи работать. Как бьют, под какой траекторией, с какой длиной бьют удары вблизи. То есть, ну вот эти даже мелкие вот эти вещи мы разбирали. И должны были прийти на следующей неделе в зал и продемонстрировать Лебедеву то, что мы не просто так смотрели, а вот что-то попытались как бы применить это с партнером. Игорь Лебедев также был таким противником работы на лапах. Вот тоже как ученики рассказывали. А с вами он это обсуждал, объяснял вам свою позицию? Ну, понимаете, я тоже не совсем сторонник работы на лапах. Мы с ним и работаем на лапах, или я со своими учениками работаю на лапах только в исключительных случаях. Ну, период подготовки уже там к бою. Лапы, это вообще изобретение наших тренеров. Да, 50-х, 60-х годов советских тренеров. И, в принципе, оно было изобретено, это снаряд, для того, чтобы тренер мог правильно по его видению, технически правильно, чтобы его ученик исполнял тот или иной элемент. Потому что тренер становится как оппонент, как соперник, да, там, как партнер, да, напротив своего ученика, делает определенное движение, заставляя человека наносить там или ответный удар, или встречный. Контролируя это движение своего ученика, он его в этот момент исправляет, что нужно вот здесь там поднять локоть, там, убрать голову, там, сделать подсет или еще что-то. Ну, в техническом плане корректирует правильность исполнения, да. А в дальнейшем это все покатилось, покатилось, и лапы стали применять как нагрузку, да, там, как темп какой-то, там, нагрузить человека функциональнее или еще что-то, что никак не соответствует этому снаряду, да, этим лапам. И вот они распространились, и, грубо говоря, эти лапы на весь мир, и весь мир стал, все тренерский состав их использовать чисто как нагрузочный элемент, не оттачивание, может, кто-то и оттачивает на них, но я мало видел таких людей, которые вот именно оттачивают правильность исполнения на этом. И наш учитель, как я говорил, наш наставник, Костякиас Григорий Филиппович, он очень грамотный человек в плане медицины и всего. И прежде всего он говорил, что самое страшное это то, что тренер, держа на лапах, когда вот таким образом, неправильным образом держа, и его там ученик бьет ему со всей мощью по лапам, то прежде всего страдает здоровье тренера. Это кисть, локоть, плечевой сустав, значит, а самое главное страдает голова, потому что при каждом приеме на лапу идет сотрясение. Ну и здесь вот такие моменты, и он говорил только, сумасшедшие люди держат на лапах, что позволяют там ученику бить, где там какие-то страшные удары, это на полную мощь, на полную. Да, отшлифование элемента боевого какого-то, так скажем, в замедленном виде, там исправление, все, это, это можно приветствовать. А вот такую работу я тоже не приветствую. А вы помните, кто был любимым учеником Игоря Лебедева? Любимым учеником Игоря Лебедева был Игорь Лебедев. Это как понимать? А, у него был такой ученик, у него и фамилия, и имя было идентично его. И вот в те советские времена, значит, в 70-х годах Игорь работал еще в обществе «Зенит» на Кировском стадионе, да, там, и у него один из учеников был Игорь Лебедев. И он, значит, подавал большие надежды, очень, там, юношам, молодежам. Но перейдя, перешел, не перешел, я не помню, а взрослый бокс, у него не получилось, значит, дальнейшая карьера. Вот это был его, ну, как по его понятиям, самый способный, самый перспективный, самый лучший, самый... Понимаете, когда тренер еще тогда молодой Игорь Лебедев, когда он взял мальчика, ну, ребенка-то 10 лет, и довел его до определенного уровня, уже там, в течение 5-6-7 лет, работая с ним, да, он, конечно, проникается к нему как к родному. Вот я видел, что это его один из... так мне казалось, что это один из его любимых учеников. И он же, в принципе, один из первых именно тренеров по профессиональному боксу в России. То есть, вот, он делал именно профи. Тогда-то ведь, наверное, в 90-х таких, честно, мне кажется, было немного. Я не согласен. К нему приходила вся сборная, ну, почти все сборники, кто международниками стали, ребята-то. Юрий Клешниченко такой, я знаю. Вот Олег Сергеев. Они к нему приходили дотачиваться перед боями. И хорят своих тренеров, бегали к Михалычу, чтобы их тренера не знали. И он их дотачивал. Он не брал эти славы себе, мне, говорит, это нахер не надо. Я, говорит, уже заслуженный тренер, мне нахер ничего не надо. Я просто хочу, чтобы вы научились. И он их дотачивал. Он доводчик доводил. Доводчик. А он ездил с вами за границу? То есть вы же все-таки в Испании бились, потом уже, соответственно, в Соединенных Штатах. Он всегда со мной был. Всегда. Единственный бой, где он со мной не был, это я ехал проиграть Костелеха, потому что у меня там голова поехала. Я думал, с ума сойду, мне надо было проиграть. Я ехал специально проигрывать. Я его специально уволил, чтобы потом не говорили, что вот Лебедев пьяница, и за него он по кармазин проиграл. Я специально его уволил, чтобы потом не говорили, что он виноват. А, даже так, даже. Интересно. Да, у меня был такой один бой, я провел с Костелеха, я его проиграл. Да, да, да. Ну да, это же был бой за... Чуть ли не за титул у вас, по-моему, подождите. Нет? Иллюминатор там был, иллюминатор. Точно, точно, точно. После этого я пришел к нему. Он говорит, что, пришел предатель. Я говорю, ты меня выслушай, Михалыч, сначала. Я говорю, я это сделал вот так-то, 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 потому-то, потому-то. Я говорю, я не хотел тебя подставлять. Иначе, я завязал с фаспортом, с боксом, я ухожу. Он, ну, глупости не говори. Говорю, не-не-не, я завязал с боксом. Все, я тебе точно говорил. Говорю, это твой гонорар. Я принес ему гонорар, хотя он меня не готовил к бою. Я ему отдал этот гонорар. Он, я не возьму, это не мои деньги. Я не хочу, я не... Я говорю, не-не, Михалыч, это твои деньги. Ты заслужил их. Ты меня сделал. Того, кем я стал. Все. И я месяц вообще не ходил. И он мне звонит, говорит, а ты что не приходишь, Кармазин? Я говорю, я бросил, Михалыч, ты что, забыл? Я говорю, я честно сказал, что я завязал с боксом. Он говорит, ты приходи, нельзя бросать так быстро. Так, так, это, нельзя, это опасно. Приходи футбольчик погонять. Не надо, говорит, бокс нахер, не нужен бокс. Все, завязал, завязал, все, забудь за этот бокс нахер. Приходи футбол погонять с ребятами. И я пришел, раз футбольчик, потом раз на мешки все встали, все пашут, я гляжу, пот этот пахнет. И я, естественно, захотел опять. Сразу захотел, меня потянуло в зал. Как он грамотно меня дотянул в зал. Настолько грамотно. А я уже все, я уже распрощался с боксом, я больше не хотел больше заниматься. И мозги мои отпустились. И вот потом я начал крушить там в Европе всех. После этого. Я бы Костелеха разобрал бы, я бы его ЯП выиграл, я отвечаю. Там слабенький был Костелеха для меня тогда. Это просто я там чуть с ума не сошел, так перетренировался. Я ужас, я боюсь даже вспоминать это состояние. Ну вы рассказывали, да, какой-то невероятный трудогоризм у вас тогда был. Я спал там по 3-4 часа всего, остальное время тренировался. Представляете? Просто убивался. А Лебедев, он боролся как-то с этим? Это же у вас, ну понятно, перед Костелеха это, наверное, был пик такого трудогоризма. Но у вас же это, в принципе, по-моему, и до этого. В общем, что-то такое замечалось. Я-то ему говорю, да-да-да, а сам он отвернулся, я раз опять это делаю. Я говорю, я пошел спать, а сам захожу, ну, зашел в номер, лежу, он зашел, я раз вышел и пошел опять в парк, опять херачить ночью. Он не видит же, он же не может со мной быть прям 24 часа в сутки. Пытался меня вытащить. Мне там психолога надо было, конечно, наверное, на тот момент. Не знаю, но очень было тяжело. А каким он был в жизни, расскажите. Я слышу, что человеком веселым. Такой самодушный, такой тяжелый был человек, блин. Ну, очень непростой. А в чем это выражалось? Ну, с которым ему надо было, чтобы вот, как он хочет все было. Вот как я хочу, вот так вот все должны делать. Вот у него такая вот была. Не, он был неплохой человек, его все любили. Он действительно, ну, он был гениальный, понимаете, из-за этого ему все прощалось. Его все любили, из-за того, что он, правда, был гениальным. У него же не было семьи, насколько я знаю. Я сейчас живу где-то, я не знаю, где она. А дочка есть? Дочка большая. А, дочка есть. Ага. Он женился, год прожил и развелся сразу. Он понял, что, говорит, не-не, мне для... То есть, вне рабочего процесса, можете ли вы его другом назвать? Ну, конечно, конечно. У нас, ну, так и будем говорить, у нас была компания. Большинство из этой компании тренировались непосредственно у Косикиаса Григория Филипповича, так же, как Лебедев Игорь, так же, как Укук Борис. Он был один из больших достиженцев, он три раза был финалистом Советского Союза. Три раза просто призером был. Ни разу ему не дали стать чемпионом Советского Союза, ну, там по определенным причинам. Вот, значит, потом... Ну, еще там два товарища, у нас была такая компания, человек пять. Владимир Шумский, той же компании. Ну, Егор Владимир. Ну, все боксеры, которые... Большинство из них тренировалось, значит, под руководством Григория Филипповича и я в том числе, да, тот же Олег Петрович Кузьмин, да, на сегодняшний день один из старейших тренеров. Вот ему недавно, 11 ноября исполнилось 78 лет, да. Вот, да, ну... И это самые близкие друзья, товарищи были, в том числе, вот, Игорь Лебедев. Когда Игорь Михайлович не стало, вас это, как бы, застало врасплох? Да, меня застало врасплох. Мне позвонили наши общие ученики, такой Ким. Игорь позвонил мне, значит, близок к нам, как ученик был Игорь, и мне, и вот он позвонил, сказал, он как раз вот приехал после Нового года, значит, 7-го числа, 7-го, по-моему, да. Значит, и это... Клебедеву домой и застал там его уже мертвым, и он вызвал и врачей, и все-все. И вот он сразу мне позвонил, говорит, вот я приехал, значит, здесь опух, как Борис Иванович, говорит, и Игорь Михайлович, мертвый, говорит, умер. Видать, говорит, ночью. Ну, я сразу, я находился где-то на уезде, но далеко от города, километра за 500, вот я сел в машину и сразу же приехал через 4-5 часов, и вот занимались всеми этими процедурами, организацией похорон и всего-всего. Смерть Игоря Лебезова, то есть он умер, ну, 57 лет в 2005 году. Это стал как гром среди ясного неба или уже, как бы, понимаешь? Честно, это не сразу мы осознали вообще, даже не поняли, что такое вообще произошло. Но это, да, действительно, оно в корне поменяло вообще всю дальнейшую питерскую, профессиональную, там, да, вот эту вот сформировавшуюся уже, там, вот эту вот здесь систему, и, ну, полностью мою, наверное, карьеру. Роми, ну, король, ну, король, ну, уже до этого Лебиев еще был жив, он уехал в Америку, но, может быть, и сказалось и на моей карьере, и все остальное. Ну, это резко, конечно, очень было неожиданно для всех, для боксеров, особенно его учеников, его близких, у него практически весь Петербург, его боксерский, все его знали, все хорошо любили, уважали, и для всех это был шок. Его смерть, как вы о ней узнали? И где вы в это время находились? По-моему, выжить были не в России, выжить как раз-таки были в лагере, да? В Америке готовился к бою, и когда я пришел, мой тренер здесь, Борис Иванович, он мне рассказывал, как отец мне был, он говорит, то, что Лебиев учил, говорит, тебя никто этому не научит, не Роуч, никто, ты, говорит, цени это, вспоминай, вот, при жизни он говорит, я так хочу с ним познакомиться, говорит, с Михаловичем лично, просто хочу прям просто увидеться, руку ему пожать за тебя, говорит, то, что ты, говорит, знаешь, это круто, он просто восхищался им, И вот он мне говорит, Ром, я прихожу, я не понял, лежу, он все это, зеркала, ну, траур, знаешь, знаешь, зеркала зависел, такой, рюмочку поставил с хлебушком, свечку зажел, я не понял, что такое, он говорит, Ром, крепись, говорит, Михалыча не стал, говорит, умер, бля, плакал, конечно, писец, взрослый мужик, а плакал, честно скажу. Он же скончался за полгода до того, как вы стали чемпионом, если мне память не изменяет, он скончался, по-моему, в феврале? Нет, до моего иллюминатор боя, самый тяжелый бой в моей карьере, самый трусливый соперник, высокий, хитрый, коварный, пятикратный чемпион мира, Кейт Холмс. Он с Хопкинсом два раза боксировал, первый бой там у них, типа, чуть ничья, и матч-реванш делали, и там уже Хопкинс, ну, по очкам у него выиграл. Высокий, метр восемьдесят восемь, левша, вздливый, чувствительный, обученный. Вообще, после третьего раунда я сажусь, хотя рауч в угол, что-то они... Бисмарт, бисмарт, будь умным, бля, чё умным, как умным, что делать, бля, такие подсказки тупые, бля. Бисмарт, бля, нормально, бля, думаю, охереть, бля. Чё делать, бля, быть умным, что значит быть умным, что делать, бля. И я сел и мысленно обратился к Михалычу, говорю, Михалыч, бля, подскажи, говорю, чё бы мне делать. И вот у меня такое прозрение приходит. Встань, встань, говорит, прям к нему боком, бля, покажи, говорит, на пузо и дай по башке. И, бля, показывай на пузо, как дал, бля, и попал его, прям, у него ноги заболтались, если вы увидите бой потом, ему прям плохо-плохо, он еле, там, потом я его добивать начал, он на коленку сел, но судья не считал. Там надо было считать, он не считал, потому что тащили его за уши. И потом в девятом, восьмом раунде то же самое чувствую, опять он, он ожил потом. Потом я начал прибивать, до восьмого раунда я прям в одну калитку выиграл, потому что ему было очень плохо. И в девятом раунде опять то же самое случилось. Думаю, блин, ну я сел в угол, говорю, Михалыч, ну что делать, блин. А он говорит, а теперь встань фронтальный, наоборот, правую руку заряди и попробуй то же самое. Я прям то же самое делаю, только в фронтальной позиции. И попадай ему так, блин. И все, и там я бой вытянул. Опять же это благодаря Михалычу. День рождения Игоря Михалыча Лебедева. Круглая дата. Восемьдесят. Очень хорошо получилось. Михалыч, два слова для поколения, для будущего. Голоси за поля рожь, нет на солнце пятен. Для чего же я хорош, для чего приятен. И мило!